Здравствуйте! В эфире программа «Формула здоровья» и ее ведущий Павел Богословский. В ближайшие полчаса узнаем самые актуальные новости зарубежной и отечественной медицины. Перспективная разработка в России получили супер-солодку для защиты легких от воспаления при COVID-19. Под особым контролем в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Ювелирная работа. Воронежские кардиохирурги восстановили анатомию магистральных сосудов на врожденной малышке с редчайшим пороком сердца. О психологической помощи семьям и участникам СВО в студии будем говорить с Мариной Ларских, заведующей патопсихологической лабораторией областного психоневрологического диспансера. Коварный отдых. Опасности работы в огороде разберем в нашей постоянной рубрике «Под вопросом». Рука помощи. О том, как в городе организована служба реабилитации зависимых, расскажем в одном из сюжетов. Вот такие темы ждут вас в этом выпуске программы «Формула здоровья». Начинаем с обзора новостей. Новосибирские ученые получили из экстракта корня солодки соединение для терапии тяжелой дыхательной недостаточности, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией. Полученные молекулы протестировали на мышах с моделью повреждения легких, имитирующей острый респираторный дистресс-синдром у человека при коронавирусе. В результате было отобрано одно соединение суперсолодки, которое эффективно подавляет развитие патологических изменений в тканях легкого и не вызывает токсических эффектов у животных. Оно может стать основой для разработки новых препаратов, защищающих человека на фоне неконтролируемого системного воспаления легких при COVID-19. У сотрудников распределительного центра одного из маркетплейсов в Екатеринбурге зафиксировали семь случаев заболевания менингококовой инфекцией, как определили в Роспотребнадзоре в ходе расследования, определили места работы и проживания заболевших граждан, начатые противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений, а также медосмотр и обследование тех граждан, которые контактировали с зараженными. В пресс-службе добавили, что среди сотрудников началась вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия. Прививку уже получили более 60 человек. В кардиохирургическом центре областной детской больницы номер один новорожденной девочки провели сложнейшую операцию с применением аппарата искусственного кровообращения. Врачам удалось анатомически скорректировать поток, реимплантировать правую ветвь легочной артерии, выполнить пластику аорты, легочной артерии и дефекта межжелудочковой перегородки. За 4 часа хирурги практически полностью восстановили естественное положение крупных сосудов. На шестые сутки ребенок начал самостоятельно дышать и был переведен в палату к маме. Впереди у девочки длительный период восстановления, которое она пройдет в больнице под наблюдением детских кардиологов. Сегодня нередко складывается ситуация, когда нуждающиеся в психологической помощи семьи и сами участники специальной военной операции зачастую не обращаются к психологам. Этому мешают различные предубеждения, в том числе распространенное мнение об обращении за помощью как о слабости. Как врачи могут помочь в таких случаях и где получить психологическую помощь, спросим у Марины Ларских, заведующей патопсихологической лаборатории областного психоневрологического диспансера. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. И я хочу сказать, что с первых дней специальной военной операции в нашем регионе уже оказывалась психологическая помощь как самим участникам военной операции, так и их членам семей. Но с 1 июня вот эта помощь... Этого года. Да, этого года оформилась в такую стройную систему. Почему с 1 июня? Ну, произошли такие два революционных для нас события. Первое – это открытие филиала фонда «Защитник Отечества» в нашем городе. А второе – это вступление в работу нового порядка оказания помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Хочу остановиться на этом подробнее. Почему? Потому что этот порядок предусматривает и причем очень настаивает, что в каждом лечебном учреждении, будь то районная больница или поликлиника, необходимо открыть кабинет медико-психологического консультирования. В каждой? В каждой, да. То есть, если следовать этому порядку, мы посчитали, должно быть 80 у нас новых ставок психологов. То есть на 250 тысяч населения одна ставка психолога, клинического психолога. Конечно, такого количества специалистов пока у нас нет. Но хочу сказать с гордостью, что в нашем регионе открылось 46 таких кабинетов. 13 в городе и остальные открылись в районных больницах нашей области. Но это революция. В чем именно новшество? В том, что в психологу идут члены семей военнослужащих и сами участники СВО без диагноза. То есть не нужен какой-либо диагноз, будь то психическое расстройство или тревожное расстройство, или депрессивное расстройство. Они идут напрямую. И они могут обсуждать любые проблемы. Это не обязательно депрессия или не обязательно какие-то там расстройства восприятия, а именно проблемы в семье. Приходят женщины, члены семьи, участников СВО и обсуждают такие проблемы. Как жить теперь без мужа, когда муж ушел? На специальную военную операцию? Как воспитывать детей? Как справиться с тревогой? Как ждать своего любимого человека? И теперь они имеют возможность поговорить не с соседкой, а именно с квалифицированным медицинским психологом. Получается широкий круг вопросов, не завязанный только на каких-то вещах, связанных именно с военными действиями. Конечно, да. Кроме... И житейские вопросы тоже. Да, да, да. Прописано функциональных обязанностей, и диагностическая работа, психологическая диагностика, и различные направления в консультировании. Будь то это дети или взрослые. И семейное консультирование можно обсудить проблемы, которые на работе, проблемы самооценки, проблемы смысла жизни теперь можно обсуждать с клиническим психологом. Переходный возраст, кризис. Конечно, кризис, любые кризисы наши, будь то это кризис среднего возраста, будь то переходный возраст. Вот поэтому нам очень приятно, что эта работа в нашем регионе на месяц раньше началась, потому что порядок вступает в силу с 1 июля, а у нас уже с 1 июня 46 кабинетов реально организованы. Конечно, кабинеты разные. Есть роскошные кабинеты, психологи присылают фотографии, есть скромные кабинеты, но есть кабинет, есть специально обученный психолог, который может проводить эту работу. И вот есть возможность получать бесплатную психологическую помощь по ОМС. Я еще подчеркнула. Бесплатная? Бесплатная психологическая квалифицированная помощь по ОМС. То есть не нужно платить. Давайте еще раз проясним для людей, которые до сих пор, может быть, не различают вот эти три направления, что есть психолог, есть психотерапевт, есть психиатр. Это разные направления. Чем они отличаются и почему здесь именно психологическая помощь, как вы сказали, то есть без диагноза? На самом деле это три разных специальности. Психиатр и психотерапевт – это врачи, то есть они могут назначать медикаменты. Что касается психиатра, он не обладает компетенцией психотерапии, он лечит только с помощью медикаментов. Психотерапевт назначает медикаменты и также занимается психотерапией. А медицинский психолог занимается три у нас таких функций. Это психодиагностическая функция, это психокоррекционная у нас функция и третья функция – психопрофилактическая. И эти все направления, они равнозначны. Поэтому психологу не нужно выставлять диагноз, чтобы оказывать то ли иной вид психологической помощи. Соответственно, на учет не ставят все такие люди. Ни в коем случае, и вот я хочу на этом остановиться. Впервые помощь психолога вынесена из психоневрологического диспансера. На самом деле в психоневрологическом диспансере у нас 69 замечательных, талантливых, опытных психологов. Но люди без психического расстройства боятся идти в психоневрологический диспансер. Теперь эта помощь вынесена в поликлиники, в районные больницы, вот в эти кабинеты медико-психологического консультирования. Еще хочу остановиться, что разница кабинет медико-психологического консультирования, а есть еще кабинет медико-психологической помощи. Вот в кабинетах медико-психологической помощи там работает психиатр, психолог и социальный работник. То есть при необходимости, если клинический психолог видит, что все-таки необходима помощь психотерапевта. Ну, клиническая депрессия, допустим. Да, то есть он проводит диагностику, но он не выставляет диагноз. И он рекомендует пациенту обратиться в соседний кабинет. Рекомендует, но ни в коем случае его там не заставляет, не ведет. Вот поэтому я призываю все население, и тем более бойцов наших воинов и членов их семей, без страха обращаться за специализированной медицинской помощью. И она бесплатная еще. Вот здесь есть еще другой аспект вопроса, почему люди могут не обращаться к психологам. Я вначале как раз вынес ее в наш с вами разговор. Это проявление слабости. То есть я же мужик, я же воин, я же победил врага. И зачем я пойду к врачам, чтобы они мне там не поймут, что рассказали? Как с этим работать? Да, Павел, я с вами полностью согласна. И мы с этим столкнулись. У ни у кого не было опыта. Ну и вообще в стране и в мире-то, в общем, такого опыта не много. И мы столкнулись, что, конечно же, на специальную военную операцию идут настоящие мужчины. И даже вернувшись оттуда, даже получив инвалидность, им очень сложно обратиться за психологической помощью, показать свою слабость, тем более женщинам. Психологи в основном, конечно, у нас женщины. И мы работаем, чтобы привлечь все-таки воинов к нам, чтобы помочь им, мы работаем с семьями. К нам обращаются достаточно много семей. Ну вот мы проводили статистику, около 700 семей города Воронежа мы оказали ту или иную помощь с самого начала. Вначале эта помощь была такая несистемная. Жены обращаются, обращаются матери, обращаются, приводят своих детей. Часто мы обсуждаем вопросы. Вот муж пришел в отпуск, а он совершенно другой. Что мы делаем, что с ним делать. Мы читаем лекции, рассказываем, как меняется психика после таких экстремальных стрессов. Но, значит, есть такой у нас замечательный центр социальный комплекс на реабилитации инвалидов «Семь ступеней». Значит, этот центр принимает на реабилитацию участников военной операции. И они там находятся на около месяца. И вот в этом центре они уже работают, вот эти воины уже работают с психологом. Они привыкают работать с психологом. Они уже не боятся и понимают ценность психологической помощи. То есть они понимают, что вот эти психологические знания, психологические умения, которые они там приобретают, помогают им решать какие-то социальные вопросы. И когда они из этого центра выходят, в рекомендациях им пишут, какому психологу обратиться в своей районной больнице, там, допустим, в Лисках, телефон есть, значит, регистратуры, чтобы они уже не боялись. Они уже понимают, у них есть запрос, зачем обращаться к психологу, в чем может помочь психолог им дальше. То есть он первый шаг уже этот сделал? Да, да, да. Он уже это сделал? Всего вот через центр реабилитации инвалидов прошло у нас 106, по-моему, воинов. И часть уже обратились за психологической помощью к психологам в своих районах больницы. Кроме того, много звонят матерей, жен на эту горячую линию. И им тоже рекомендовано, что мы сможем с вами поговорить, но вы можете обратиться к живому человеку, который сидит там в вашей районной больнице. Ну, то есть маленькими-маленькими шажками. Да, маленькими шажками. Ну, процесс этот идет, конечно. Конечно, не настолько обращаются воины к нам, к сожалению, за психологической помощью, и можно понять, почему. Если мы были мужчинами, если мы имели такой же опыт, как они, конечно, мы могли бы их лучше понять. Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наше интервью. Важным компонентом любой реабилитации остается физическая нагрузка. Даже небольшая зарядка помогает легче переносить стрессовые ситуации. Несколько простых упражнений покажем в нашей рубрике «Прикладная медицина». Одно из самых распространенных занятий на тренажерах на открытом воздухе являются турники. И сегодня я расскажу о том, как на них заниматься, как на них правильно заниматься. При грамотно составленной программе тренировок можно прокачать, пожалуй, все мышцы торса. А именно, широчайшие мышцы спины, бицепс, трицепс и дельтовидные, и пресс. Упражнений на турниках громадное множество. Это и подтягивания в различных вариациях, подтягивания широким, узким и обратным хватом, горизонтальное подтягивания на низкой перекладине, а также различные упражнения на пресс с помощью подъема ног и упражнений в виде маятника. Помимо пользы тренировок на турниках, имеются и противопоказания. Существует мнение, что виз на турнике оказывает, пожалуй, чуть ли не чудодейственные свойства. Однако это не так. При наличии грыж или протрузии рекомендуется вовсе исключать упражнения на турниках. Длительное положение в висе на турнике может только усугубить состояние. Тренировка для новичка может составлять 25-30 минут. После того, как вы проделаете всю запланированную программу, вы можете увеличивать количество повторений и подходов. Как только вы адаптируетесь к этой нагрузке, можно выполнять эти же самые упражнения с отягощением. Самые подручные способы – это бутылка, наполненная песком или водой. Горизонтальное подтягивание на низкой перекладине. Техника выполнения. Широкий хват. Угол в локте 90 градусов. Выполняем подтягивание не за счет мышц предплечья и бицепса, а за счет сокращения широчайших мышц спины и сведения лопаток. Упражнение выполняется на выдохе. Тренироваться на свежем воздухе гораздо лучше, чем в душном тренажерном зале. А большое содержание кислорода в крови способствует быстрому восстановлению мышечных тканей между подходами, а также влияет на окисление жировой ткани. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю, а также не пренебрегайте разминкой, и ваши суставы и связки скажут вам спасибо. Продолжаем нашу беседу. Напоминаю о психологической помощи семьям и участникам СВО. Мы говорим с Мариной Ларских, заведующей патопсихологической лабораторией областного психоневрологического диспансера. Но мы уже отчасти, скажем так, проговорили маршрутизацию, куда можно обратиться за помощью. Давайте еще раз. Если впервые задумался человек, ему надо позвонить туда-то, спросить. Или пойти к терапевту в ближайшую поликлинику. Или, пожалуйста, как это должно быть? Ну, самый такой лучший путь – это филиал фонда защитника отечества. Можно туда позвонить, и социальные координаторы скажут, куда лучше обратиться. Если человек звонит все-таки из района, у него нет возможности приехать, он может обратиться к своему клиническому психологу, который вот находится совсем близко. Или, придя в центр, он может обратиться к четырем у нас очень такие опытные, талантливые, патриотически настроенные клинические психологи работают. Можно к ним обратиться. Пройти какой-то курс психокоррекции. Если нет возможности приезжать, можно обратиться опять в свой районный центр или свою поликлинику по местожительству. В сложных случаях психолог маршрутизирует участников свой или членов их семей к неверопатологу, к психотерапевту. Ну, в сложных случаях, может быть, к психиатру. Понятно? Да, конечно. Теперь понятно. Ну что ж, давайте раскроем такой вопрос. А зачем это нужно? Вроде бы он простой, на первый взгляд. Ну, условно говоря, поправить здоровье. А с другой стороны, довольно глубокий. Вот на ваш взгляд, как именно человек от медицины, зачем это нужно? А зачем обращаться за психологической помощью? Правильно я понимаю? Ну, вот что касается посттравматического стрессового расстройства, которое есть у всех 100% участников военной операции, то часто там какая проблема? Человек не чувствует, что у него есть проблемы. Окружающие все замечают, что он становится импульсивным, часто впадает в депрессию, все время плохое настроение, а он сам не чувствует себя, что у него есть проблемы. Вот для этого мы проводим еще скрининг-исследование. Даем коротенькие такие тесты психологические. И по результатам этих тестов мы можем сказать, что вот вполне вероятно, что у вас есть какие-то признаки посттравматического стрессового расстройства. вам рекомендовано занятие с психологом. Ох, как же это сложно, наверное, принять человеку, когда ему такое говорят. Сложно. На самом деле нелегко. И вот еще раз говорю, мы через жен, через детей, через семью больше подходим к нашему воину. Ну, опять же, это один из аспектов, как сказать, объяснить человеку, что ему нужна помощь. А дальше вот человек на какую помощь может рассчитывать? То есть это разговор по душам, условно говоря, или как-то по-другому это проходит? Все зависит от запроса самого человека. То есть все-таки мы не можем заставить человека получать эту помощь. Единственное, что мы можем сделать, привести диагностику, опять, если он согласен на эту диагностику, и рекомендовать ему занятие с психологом, поставить какие-то либо цели. Вот мы можем работать на эту цель, на эту, на эту. Но если участник СВО говорит, мне это не нужно, мы не можем ему помочь. То есть мы не можем работать без запроса. Если у человека нет мотивации, мы помочь ему не можем. То есть стучаться в закрытую дверь не получается? Нет, нет, а смысла нет никакого. Она не откроется на закрой. Она, во-первых, не откроется. Есть такое понятие, как сопротивление. Ну, еще раз подчеркиваю, конечно, очень сложно женщине показать свою слабость. Она не может. И надо понимать, что клинический психолог это не разговор по душам. Ни в коем случае. Это работа с проблемой. Это, конечно же, работа с душой, да? Ну, через работу с проблемой, да? Конечно же, психология – это наука души. И в первую очередь мы работаем с душой человека. И вот мы всегда об этом подчеркиваем. Ну, есть у нас определенные направления, определенные техники. И, конечно же, много компетенций. Ну, и в завершении хотелось бы такой эмоциональный окрас нашему разговору все-таки придать. Хотя у нас эмоциональный довольно разговор. Но, тем не менее, можете вы описать, есть ли понимание у медицинского психолога, когда наступает вот тот самый переломный момент, когда человек либо понял, что у него есть проблема, либо понял, что ему… ну, он готов принять помощь. Вот есть это момент. Но вы говорите о тех медицинских психологах, которые работают в этом кабинете, да? Часть психологов, которые обучены, психологи, которые прошли дополнительное еще обучение, у них есть это понимание. Но вот часть психологов, которые как бы недавно пришли в профессию, пока нет. И, конечно, это… Я к тому, что заметен этот момент? Ну, когда работаешь, заметен. Но еще хочу подчеркнуть, это не мгновенно происходит. То есть в клинических рекомендациях опять прописано, это 20-25 встреч. То есть это не одна встреча и не две, это 20-25 встреч, и это все закреплено в документе. Если раньше человек пришел один-два раза, и все, мы не можем его часто принимать. А теперь приходит человек, мы делаем ему диагностику, воину, да, и расписываем его уже на достаточно длительный период времени. И потом еще делаем диагностику. И даже по результатам объективной диагностики, да, по результатам теста, мы уже можем этот результат как бы пощупать и посмотреть. Вот посмотрите, у вас вот посттравматическое стрессовое расстройство, выраженность стала меньше, депрессия у вас стала меньше, тревожности стало меньше. То есть вот еще хочу подчеркнуть, что это не мгновенно, не по щелчку, и не за неделю, это длительное время. Причем вот эти клинические рекомендации разрешают использовать дистанционные средства. Через какое-то время у человека нет возможности там ездить в районный центр, можно уже по скайпу заниматься. Это тоже революция вот в нашей профессии. Ну что ж, пожелаем вам удачи в таком действительно благородном деле. Спасибо вам, что были в нашей студии, спасибо вам за вашу работу. Я напомню, в студии «Формулы здоровья» была Марина Ларских, психолог высшей категории, заведующая патопсихологической лабораторией областного психоневрологического диспансера. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». Далее в программе. Чем опасен дачный труд? Разберем в рубрике «Под вопросом». И познакомимся с сотрудниками Воронежской службы реабилитации зависимых. Дачный сезон выгоняет из городских квартир даже самых тяжелых на подъем домоседов. По статистике, у половины россиян есть приусадебные участки, а большинство тех, кто не располагает своей землей, мечтают ее приобрести. Какие опасности таит в себе размеренная дачная жизнь? Разберем в нашей рубрике «Под вопросом». Врачи предупреждают россиян о том, что несоблюдение правил работы в огороде может привести к инфаркту. При длительной интенсивной нагрузке, при работе на солнце, организм теряет большое количество жидкости. Это приводит к сгущению крови и повышает риск тромбообразования. Другой опасной причиной для дачника специалисты назвали работу стоя на коленях. Врачи отметили, что в таком положении кровь застаивается в ногах, и в случае образования тромба резкое движение может привести к его попаданию в легкие. Чтобы избежать этого, рекомендуется пить больше жидкости во время работы на грядках, делать перерывы и использовать специальные аксессуары, например, стульчики, помогающие сохранять оптимальное положение тела при прополке грядок. Алкоголизм и наркомания – заболевания, разрушающие личности, нередко приводящие к летальному исходу. Избавиться от пагубного предстрастия самостоятельно практически невозможно. Чаще всего проблема осознается на достаточно позднем этапе. Однако медицинские специалисты готовы помочь даже в самых запущенных случаях. О том, как в городе организована служба реабилитации зависимых, узнаем прямо сейчас. Зависимость – понятие, знакомое многим, и, как правило, осознание собственной зависимости приходит поздно. Справиться с этой непростой ситуацией в одиночку практически невозможно. В системе Воронежского здравоохранения уже 10 лет на базе 5-й городской больницы работает отделение медико-социальной реабилитации. Здесь организованы палаты для стационарного лечения под непрерывным контролем медиков. При этом для пациентов такое лечение бесплатное, так как осуществляется за счет бюджета. Для того, чтобы пациенту попасть в наше отделение, необходимо пройти курс детоксикации, если ему это необходимо, обратиться в наркологический диспансер, где ему дадут направление в стационар, где он пройдет курс детоксикации, либо пациент самостоятельно может прекратить употребление, так как условия нахождения в нашем отделении – это состояние трезвости. Медико-социальная реабилитация направлена на комплексное решение проблемы зависимости. С одной стороны, это медицинская составляющая. Пациенты проходят многосторонние обследования, анализ крови, УЗИ, ЭКГ, а также консультации узких специалистов. Второй компонент реабилитации – социальный. Каждый подопечный должен осознать болезнь, принять ее, а значит, получить мотивацию к лечению. Многие, поступая сюда, здесь уже начинают заново осознавать и понимать, и мы им прививаем опять элементарные формы поведения в нашем обществе, чтобы, возвращаясь, выходя и выписываясь из нашего отделения, пациенты уже могли адекватно воспринимать тот социум, в который они возвращаются. Регулярная работа с психологом позволяет научиться контролировать свое эмоциональное состояние, а значит, не допускать стрессов и, как следствие, срывов. Кроме этого, четкие режимы и организация быта пациентов приобщают их к нормальной жизни, меняя сам ее распорядок, в котором нет места зависимости. Многие наши выпускники вернулись в социум и по сей день находятся в состоянии трезвости. У них уже есть дети, семьи, они трудоустроены. Так как, почему я это знаю, они приезжают периодически к нам в гости, навещают нас. Ну и иногда приезжают со словами благодарности и говорят спасибо за то, что вытянули их из этой ямы. Если в прошлой жизни социальное окружение пациентов играло сугубо негативную и провоцирующую роль, то в отделении реабилитации все происходит с точностью до наоборот. Коллективным усилием и солидарностью, работой в терапевтической группе, добиться желанной цели гораздо легче. Главное не бояться принять помощь и сделать шаг к новой трезвой жизни. На сегодня это все. Напоминаю, наша программа выходит по средам на телеканале ТВ-губерния, в спутниковой сети Триколор ТВ и во всех кабельных сетях Воронежа, а также на канале ОТР в первом цифровом мультиплексе. Все выпуски программы «Формула здоровья» можно смотреть в любое время на интернет-канале tv-fizgubernia.ru. Наше эфирное время подошло к концу. Теперь вы знаете о своем здоровье немного больше. Это была «Формула здоровья» и Павел Богословский. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин